Хочу семью, но боюсь не справиться с трудностями. Ну, здесь уже нужен только личный разговор, потому что нужно видеть этого человека, что по каким причинам он не может. Некоторые, вы знаете, есть просто, рождаются такие люди, которые даже представить себе невозможно, чтобы он, например, женился или вышезапожил. Так и есть случаи, но невозможно! Просто даже бывает по-частному смешно даже представить его, например, мужем. Причина – надо смотреть на человека. Разве такие вопросы можно решать вообще? Ну, а если уж так бы, если полушутка и полусерьёз, то сказать бы, волков боятся в лес не ходить. Вот так. Так, коли хочешь семью, ну, так давай подбирай, да, и женись, выходи замуж. Вот так. А бояться – что же делать? Это уже какое-то некое, может быть, даже эгоистическое чувство. Каких трудностей-то боюсь? Конечно, мне придётся ещё бы! Придётся очень! Когда посмотришь на семью, где дети, всё, да, конечно! Это же эгоизм! Это же самый настоящий эгоизм, да, с которым, наверное, верующему человеку-то стоило бы и побороться. Поэтому, вы знаете, кстати, вам скажу, вот такой есть святитель Григорий Палама, вот будет его память теперь великим постом в воскресе день. Например, Иларион Троицкий, вот, кстати, бывший инспектор вот этой нашей Московской духовной академии, Иоанн Крестьянкин, известный старец. Знаете, что они говорили? Ну, я просто так привожу вот этих троих, известные очень фигуры. Что они говорили? Они говорили вот что. В монашество идут самые слабые люди. В брак вступают сильные. Здорово! Верно! Ещё бы! Кажется, есть и там, и здесь свои... и то, и другое. Но вот они, например, были уверены, что монашество – это куда более лёгкий путь, нежели брак, где постоянно сталкиваются, во-первых, две личности, там появляются ещё дети, там столько забот. Недаром же, опять, если обратиться к истории христианства, то встречаемся с такими поразительными фактами, поразительными. Маккарий великий. Маккарий великий – великий, его называли земным богом. И вдруг ему прямое откровение – он должен идти в такое-то село, в такую-то семью, должен зайти туда и поучиться у них. Он, конечно, приходит, там его встречают две женщины, которые замужние, дети, они увидели чуть ли, что называется, в обморок не упали, тем более, что он спрашивает у них, как вы живёте, как вы живёте. Они ахнули и говорят, батюшка, как мы живём! Это же ужас один! И не знаю, где мы будем! Какой ад только нам уготован! И так далее. Маккарий великий ушёл и возблагодарил Бога. Говорит, такого смирения, да, я ещё не приобрёл. Подобный же случай был Антоний Великого, когда он пришёл в Александрию, на то, чтобы в Москве идти, так, к Сапожнику. И пришёл к нему тоже, говорит, как ты живёшь? Меня Бог послал узнать. Тоже поучиться! Сапожник ему только и ответил. Ой, отец, я только одно знаю. Я буду в самой преисподней, потому что ничего доброго не делаю, одни грехи. И Антоний опять ушёл с благодарением Бога. Он научился. Представляете? О, как здорово! Ещё бы! Вступить в брак – это труд! Это действительно понюх. Это правы вот эти вот наши святые старцы, которые говорят, что монашество куда легче, нежели жить в браке. Вот, оказывается, в браке-то человек, скорее всего, познает свои страсти, увидит и лень, и лицемерие, да и лукавство, и тщеславие, и гордость, и гнев, и злость. И чего только не увидит! Увидит все свои страсти, вот они всплывут, знаете, на поверхность, за голову схватится, я никогда и не думал, что я такой! Это то, что необходимо увидеть человеку, это совершенно необходимо увидеть себя. Это называется познанием себя, без которого человек не может принять кого? Спасителя. До тех пор, пока я хорош, я хорош, меня никто не трогает, ничего, мне никакого Спасителя не нужно! Мне нужен только наградитель! А вот здесь-то в семье человек увидит, что в нём творится! И на себе, и на второй половине, конечно, взаимность будет полная! И ссоры, и недоумения, и разборки, и так далее. Вот здесь он познаёт себя! И здесь он действительно скажет, Господи, только ты можешь спасти меня! Я погибаю! Настоящим христианином становится! Вот как! Так что, вот это, когда он говорит, что хочу семьи, а боюсь, это признак не очень хороший! Боюсь, что тут не слишком ли много эгоизма! Вот так! Спасибо!